МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит человек, кричит, как же так, кончается век. А он не успел, у него ничего еще нет, ничего еще нет. Чтобы встретить новую жизнь, чтобы в будущем завтра жить не тужить. У него только день, да завод полон рог. Ночью будет он ждать, ну а вдруг прилетит астероид. Он его бы попросил, чтобы завтра успеть. Белый свет посмотреть, да к утру назад домой прилететь. Ой, не проспать бы, не проспать бы, Лист волшебный оборвать. Ранним утром в новом веке Мне тебя поцеловать. Продолжаем выяснять всю правду о метеоритах. Меня зовут Константин Барышев, и я рад приветствовать сегодняшнего нашего гостя. Это кандидат наук, старший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий. Геляра Кузина. Добрый день. Добрый. Существует ли охота на метеориты? Агеляра, вот расскажите, пожалуйста, действительно ли специалисты готовы выехать на место падения метеорита, как только поступает информация об этом? Да, конечно, они готовы, и мы готовы, и всегда готовы. Здесь проблема, наверное, все равно возникает, потому что ты не можешь просто взять и выехать в никуда. Зависит от того, где вообще падает метеорит. К сожалению, близко к Татарстану в последнее время ничего не падает. И мы зачастую, на самом деле, для России, я буду говорить, узнаем о том, что упал какой-то космический объект из сети интернет, потому что выкладывают видео, смотрите, что пролетело. Но при этом, если мы имеем только одно или два видео и с непонятной привязкой, нам тяжело определить то, куда он упал. Если вам скажут, что Татарстан или даже в Казани упал метеорит, и не скажут, где это, это огромная территория для поиска. То есть все же сначала перед поездкой на поиски метеоритов ученые будут изучать и видеоматериалы, и какие-то данные из интернета, что вот близко к селу такому-то услышали, или к такому-то. И в зависимости от дальности экспедиции будут уже собираться припасы, то есть машины, да, можно на легковой проехать, или это все-таки надо в лес заезжать, внедорожник искать. Время на подготовку в любом случае какое-то потребуется для того, чтобы выехать и уже проводить поиски. Всегда ли о падении метеорита узнает широкая общественность, или большую часть знает только научное сообщество? Наверное, если говорить про нынешнее время, время быстрых коммуникаций, да, время интернета, когда мы любое действие свое выкладываем в сеть, то, конечно, здесь сообщество очень быстро узнает о том, что было какое-то падение, потому что падение не заметить невозможно, если оно произошло, конечно же, в более-менее людном месте, да, и мы, я не говорю сейчас про тайгу, где нет ни одного человека на сотни километров, то здесь, да, смысла утаивать, наверное, о падениях метеоритов нет, только в том случае, если находка, то есть падение, да, и потом нашли местные жители какие-нибудь, они не всегда, наверное, хотят делиться с веществом, потому что они считают, что его можно продать, или себе, я не знаю, талисманом оставить. Вот в этом случае, конечно же, хотелось бы, чтобы ученые приезжали первыми на место падения и собирали материал для действительно научных каких-то исследований и новых открытий. А между охотниками за метеоритами, как я понимаю, тоже есть гонка? Наверное, есть, да, то есть они пытаются открыть все новые места, но известно, что метеорит, допустим, найти в нашей полосе очень тяжело, потому что, если даже он когда-то упал, у нас очень быстро образуется плодородный стой, который его просто закрывает. Да, металлоискатели, но это как искать иголку в стоге сена, тоже тяжело. А есть места, в которые люди едут, потому что там сохраняются очень хорошо метеориты, это пустыни, пустыни в стандартном смысле, которые мы понимаем, да, это песчаные пустыни. И также Антарктида, это ледяная пустыня, с которой, наверное, больше всего привезено на самом деле метеоритов. Антарктида же это лед, падает метеорит, он там захороняется, обрастает новым льдом. Есть такое понятие, как движение льда. Лед движется, и когда встречается с каким-то горным массивом, все камни сносятся туда, лед испаряется, и камни, которые накапливались сотни лет, выходят на поверхность. Почему интересны песчаные пустыни? Это место, где у нас выпадает мало осадков, соответственно, камни не подвержены какому-то разрушению, и также песок их не захороняет, они вот выходят на поверхность. Они остаются, и легко их можно обнаружить. К тому же, если вы пойдете в какой-нибудь район, я не знаю, Камчатки, где там много разнообразий больших горных пород, если даже нам будет лежать метеорит, вы вряд ли скажете, что это метеорит, потому что все в разных горных породах. Если на песке лежит какой-то камень, и вокруг ничего нет, то, вероятно, вы подумаете, что это метеорит. Ваш опыт экспедиции, что удалось найти в части находок? Самый яркий пример из моей практики это поездка в Чили. У нас была организована экспедиция в 2019 году. Мы ездили специально, то есть, на поиски метеоритов. Группа состояла из четырех человек. Также был представитель Уральского федерального университета и директор института геологии. Поездка в Чили была уникальной, потому что это было первый раз на другой полушарии. Это первый раз в посещении пустыни. И, конечно же, если говорить уже не про метеориты, а просто про впечатление, это превосходное небо, другая луна и очень сильные перепады температур. То есть, если днем у нас плюс 25, ночь могло быть до минус одного. И надо быстрее собраться, уйти в палатку, чтобы в тепле переночевать. Так как это была наша первая экспедиция, и я сравниваю с результатами коллег, которые ежегодно ездят в эти экспедиции, у нас было не очень много находок. То есть, даже являясь, ну, назовем это экспертами, людьми, которые в целом с метеоритами знакомы, знакомы с горными породами, знают, как их различить, нужна насмотренность. И чем больше поездок вы совершаете, чем больше у вас насмотренность, тем больше метеоритов, конечно же, вы найдете, несмотря на то, вы эксперт или нет. Первый день мы ничего не нашли, мы нашли, по-моему, на второй день только первый наш метеорит. Сначала были раздосадованы, пытались быстрее найти, потому что разочарование, вы понимаете. Самая яркая история это вот с первой находкой, потому что, как я уже сказала, мы были немного разочарованы, у нас не было находок, и я подумала, ну все, ладно, надо просто получать удовольствие, ты на другом конце света, здесь классно, здесь что-то необычное. И я поставила рюкзак, опустила глаза, и там вот была вот эта находка первого нашего метеорита. То есть, наверное, основное правило это не напрягаться, да, то есть радоваться тому, что вообще что-то происходит. И по правилам поиска метеоритов, если вы нашли один метеорит, то вы должны осмотреть область вокруг, и в 20 метрах мы нашли скопление метеоритов. То есть, какой-то метеорит прямо перед землей распался, и, наверное, в радиусе двух-трех метров мы находили осколки метеоритов и примерно на 8 килограмм. Эта находка вот тянет. Первые находки, они самые яркие были. Сколько времени прошло с момента падения метеорита, перед тем, как вы приехали на место? Возраст метеорита определить, на самом деле, просто подняв метеорит, невозможно. Метеориты падали всегда, и они накапливались, если мы говорим сейчас про пустыню, они накапливались долгое время. Есть ряд исследований именно по этой пустыне и датирование метеоритов их земного возраста. То есть, у метеоритов есть их жизненный возраст, просто возраст метеоритов, и есть земной возраст, то есть то время, сколько они провели на Земле. Он определяется по изотопам, и для пустыни Чили самый старый метеорит определен, как упавший 2 миллиона лет назад, но это единичные находки. В целом, примерно 710 тысяч лет назад. Касаемо возраста метеоритов, вот недавно Российский научный фонд дал мне проект, то есть я выиграла грант его, на изучение возраста как раз-таки метеоритов чилийских, из Атакамы, но не изотопными методами, а с помощью магнитных параметров. Мы хотим понять, могут ли магнитные параметры быть эквивалентно изотопным, то есть магнитные параметры намного проще изучать, и можем ли мы, изучая магнитные параметры, дать такую быструю оценку возраста земного метеоритов. Вы сказали, у Вас есть собственная небольшая коллекция метеоритов. Расскажите, в нашем университете есть представленные экземпляры, кто передал эту коллекцию университету и каково ее происхождение? В музее, на самом деле, первым метеоритом был Итаханский, еще в далеком 1889 году. Первый метеорит появился, и коллекция музея насчитывает, насколько я знаю, около 250 наименований разных метеоритов, и про ту коллекцию, которую недавно передали, вы говорите про коллекцию Станюковича Андрея Кирилловича, и она действительно была очень большой, но тем не менее, это не вся коллекция, то есть коллекция музея нашего собиралась с далекого 19 века, да, и некоторые метеориты были подарками, то есть дарения были, были обмены с другими музеями для того, чтобы пополнять и расширять нашу коллекцию. Здесь представлена часть коллекции метеоритов Геологического музея Казанского Федерального Университета, конечно же, не все экземпляры у нас здесь, некоторые из них маленькие, хранятся в хранилище, здесь можно отметить несколько интересных метеоритов, допустим, Аханский метеорит, это родоначальник нашей коллекции, да, и что очень интересно, что его основная масса находится в нашем музее, также основная масса второго метеорита находится в нашем музее, это чувашские кисы, и второй по величине кусок находится у нас в музее, то есть это не основная масса, но это метеорит Каинзас. Также можно рассказать очень интересную историю, связанную с метеоритом Каинзас и SQL, который найден в Аргентине, это то, что где-то в 56-х годах один из студентов, Юргенсен Георгий Александрович, был отправлен в село Каинзас, где упал метеорит, для поиска метеоритов. Он там нашел кусок размером около 16 килограммов, но этого куска на данный момент у нас здесь нет, потому что он был обменен на вот этот красивый полосит SQL, метеорит, упавший в Аргентине. Вообще, это частая, так скажем, практика, если в каком-то музее есть много метеоритов одного вида, то, чтобы пополнить коллекцию другими видами, они обмениваются. Вот так и к нам попал вот этот прекрасный метеорит. Хочется отметить, что в нашей коллекции я упоминала два метеорита, Каинзас и чувашские кисы, они найдены на территории Татарстана. Также здесь еще один представлен метеорит, который найден на территории Татарстана, это метеорит Ивановка. И последнее смеси. Вы говорили об экспедициях, вот расскажите, пожалуйста, какой ценный опыт вы получаете помимо материальных находок от этих путешествий? Ну, конечно же, первое, это незабываемые впечатления, да, новые места, новые знакомства иногда бывают, красивые пейзажи, какие-то интересные, курьезные ситуации. Наверное, одним из самых важных является еще не только экспедиция, у нас есть летние практики, то есть это уметь работать в коллективе, как-то договариваться. Если ты едешь, две недели вроде не такой долгий срок даже экспедиции, да, но когда вы там втроем, вчетвером, вдвоем иногда есть такие экспедиции, не всегда ваши взгляды совпадают со взглядами других членов экспедиции, из-за этого это умение договариваться, умение иногда перетерпеть что-то, не высказать, то есть умение работать в коллективе. Если мы говорим про условия, то, ну, бытовые, не всегда у тебя даже есть возможность там нормально помыться, это какой-то, наверное, закаляет твой дух, ты готов к более жестким, там, тяжелым вылазкам, к каким-то суровым условиям, ты превращаешься не в такого, как городского жителя, которому всегда нужен комфорт, а ты уже готов к разной стороне жизни. Не секрет, что часто экспедиции, походы и практики сопровождаются творческой деятельностью. Какая композиция вас переносит в это время? Я сразу вспоминаю практику нашу летнюю поездную, это песня «У костра» и группа «Чай» в песне «Ой, Йо». Она, наверное, такая, самая близкая ко мне. Что ж, тогда можем ее спеть. От старых друзей Весточки нет пусто, А на душе от свежих газет грустно, и от несвежих не велика потеха. Правда, вот был армейский дружок уехал. «А всегда отеляхал». «Ой, arn» «Ой, ию, ию. » «Ой, ию». Скорей бы лёд встал, Пошёл бы тогда на рыбалку. Чего бы поймал, Знакомым раздал, не жалко. Луна появилась и лезет настырно Всё выше и выше. Сейчас со всей мочи зову с тоски, Никто не услышит. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Ой-ё, 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 Никто не услышит. Как вы сказали, экспедиции часто — это среда бескомфортных условий. Расскажите, зачем красивой девушке нужны такие тяготы? Почему вы выбрали именно этот путь и столь редкую область знаний именно изучения метеоритов? Ответ будет долгим, потому что сначала я должна рассказать, почему я стала геологом, и потом уже как я пришла к метеоритам. На самом деле, когда я поступала в ВУЗ, я не знала, что есть специальность такая, как геофизика. За неделю до подачи документов я подошла к доске для абитуриентов, там увидела слово «геофизика» и просто влюбилась в него. Я позвонила сразу маме и говорю, мама, мне нравится это слово, я хочу сюда. То есть, наверное, это было судьбой, что я попала на геофак, вот только потому, что мне слово понравилось, потому что до этого в целом я про геологию никогда не задумывалась. И потом мне очень повезло уже второй раз, мне попался мой научный руководитель Нургальев Данис Карлович, и он предложил работать в университете, в институте. Сначала это были лабораторные работы, вот именно я занималась магнетизмом горных пород, изучением магнитных свойств различных объектов. И моя диссертация была посвящена тому, что я с помощью магнитных методов пыталась найти в осадках океанических и озерных следы микрометеоритов, то есть внеземного вещества. Диссертацию я защитила, и уже вот от этой темы, от микрометеоритов, космической пыли в осадках, это все начало расти, мы изучали импактные структуры, то есть это то, что было произведено метеоритом, да, от удара метеоритов геофизическими методами, и вот поиски метеоритов, это вот все отсюда выросло, из темы моей диссертации. Наверное, так скажем, от мелкого я пошла к крупному, от космической пыли и микрометеоритов работа выросла до изучения огромных импактных структур и изучения самих метеоритов и их поиска. Родители не пытались вас отговорить от, на первый взгляд, такой сложной, но романтичной профессии в силу более женственных вариантов? На самом деле нет, у меня мама всегда, ну и родители меня поддерживали, сказала, если ты хочешь, давай попробуем. Наверное, это старый взгляд на геологов, да, когда мы представляем себе геолога, он обязательно должен быть с бородой, с гитарой, с рюкзаком, там у него спички, и все, и он готов там сразу пойти. Действительно, есть еще такие геологи, которые занимаются поиском, разведкой, они ходят в экспедиции, и не такие короткие, как мои, да, уходят и на месяца, и живут в балках, там, я не знаю, в вагончиках, в палатках. Но на данный момент, наверное, если рассматривать профессию с точки зрения женщины, то это может быть и лабораторная работа, да, и какие-то исследования, интерпретации данных, если мы говорим, для нашего района это нефтегаз, да, то многие девушки, женщины сидят в отделе обработки и обрабатывают, интерпретируют данные, которые получают сотрудники, коллеги с полей, да. И с этой точки зрения я обожаю свою работу, потому что у меня есть и такая составляющая лабораторная, когда я сижу, пусть будет в чистом офисе, и спокойно работаю. И я очень люблю вылазки, это природа, я на самом деле, и не представляла, насколько я это люблю до того, пока не поступила на геофак, тогда это было геофаком, сейчас мой институт геологии, то есть совмещение двух разных сфер, двух разных реалий в одной работе, это просто замечательно. Я читал, что на территории Татарстана есть метеоритный кратер, где он находится, расскажите. В Татарстане есть метеоритный кратер, это Карлинский импактный кратер, и он находится рядом с Буинском, и мы изучали этот кратер, как я говорила, да, уже в область моих интересов входит и изучение кратеров. В 2019 году у нас была организована экспедиция совместно с зарубежными коллегами, мы там проводили геофизические исследования, это была магниторазведка и граверазведка, и по результатам наших исследований импактная структура это подтвердилась, и результаты опубликованы в журналах международных журналах. Наверное, не все знакомы с понятием импактная структура, импактная структура называется те структуры, которые образовались при падении метеорита. То есть метеорит падает, он обязательно оставляет от себя след, чаще всего это какие-то воронки, но так как падение метеорита было несколько миллионов лет назад, то из-за ветра, из-за движения воды эта структура чешообразная у нас уже плохо представлена, ее в рельефе почти никак не видно, она уже эродирована. Это геологический термин, который говорит нам о том, что происходят земные процессы. На месте не найдено метеоритное вещество, но найдены такие неопровержимые доказательства импактного происхождения, происхождения от падения метеорита, который называется конусом сотрясения. Метеорит падает на горные породы, которые там есть, и при падении там у нас возникают большие температуры и давления. Породы, на которые воздействуют температуры и давления, плавятся, и получаются такие натечные структуры у нас образуются. Характерные, как я уже сказала, только при падении метеоритов. По предсказаниям ученых, какие астероиды будут в ближайшее время пролетать мимо нашей Земли? Про астероиды не могу ничего на данный момент сказать, но вот недавно новость на сайте тоже Казанский федеральный университет. И как сказал Нефедиев Юрий Анатольевич, что к Земле приближается комета, которую мы сможем наблюдать в обычные телескопы. Какова вероятность, что в один прекрасный день на нашу планету упадет такой метеорит, который нанесет сокрушительный урон нашей планете? Вероятность у нас всегда существует, но она очень маленькая. В данный момент нет ни одного такого космического объекта, космического тела, которое бы мы предполагали, что может приближиться очень близко к Земле на небезопасное расстояние и может упасть. Так что на наше поколение, еще на будущее вперед, такого предсказания нет, потому что, как я уже говорила, все орбиты больших тел очень хорошо изучены, и ни одна из орбит на данный момент не пересекается с орбитой движения Земли. Завершая наше интервью, хотелось бы поблагодарить вас, диляры, за очень интересную информацию. Мы желаем вам новых открытий, находок и успехов в вашей профессиональной деятельности. Спасибо вам большое, вам тоже огромное спасибо за проявленный интерес к данной теме. Надеюсь, люди, увидев, послушав эту передачу, начнут чуть больше интересоваться тем, что у нас за пределами Земли. Друзья, ну а всем нам я бы хотел пожелать успешного пути и в честь этого исполнить композицию «Плод». На маленьком плоту Сквозь бурь и дождь и грозы Взяв только сны и грезы И детскую мечту Я тихо уплыву Лишь в дом проникнет полночь Чтобы рифмами наполнить Мир, в котором я живу Ну и пусть Будет нелегким мой путь Тянут ко дну Пыль и грусть Прежних ошибок груз Но мой плод Свитой из песен и слов Всем моим бедам назло Все же не так уж лох Редактор субтитров А.Семкин